всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду на носу 8 марта самый странный на мой взгляд праздник а странный потому что складывается впечатление это наверно все таки впечатление что все поголовно мужики только исключительно именно в этот день единственный году вспоминают друг что они мужики и начинают так остервенело ухаживать за своими дамами прекрасно понимаешь далеко не у всех так и есть целая куча может быть большинство пар вполне нормальные взаимоотношения но я говорю не про реальное положение дела про свое впечатление короче праздник приближается я знаю чем можно дополнительно парни дополнительно ко всему остальному порадовать свою даму сердце легким десертиком я вот не люблю всякие сладости с жирными тяжелыми такими масляными кремами там и прочее нет давай какую-нибудь воздушную выпечку или легкое не сладкое такое ну может быть кисло-сладкое суфле или мусс и в наших краях к сожалению со сладостями подобного типа беда поэтому я начал осваивать кондитерку и это неожиданно оказалось и не слишком заморочено и не слишком сложно по ингредиентам и интересно достаточно короче для приготовления сегодняшнего десерта нам понадобятся желатин замороженные ягоды я взял черную смородину и малину несладкий йогурт для глиссажа белый шоколад сгущенное молоко пищевой краситель сахар и кроме того для оформления подачи я хочу приготовить бисквит и для него мне понадобятся яйца сахар и немного буки и прежде чем приступать хочу заметить да сегодня вы посмотрите скажет да нифига себе столько возиться ты чё с ума что димыч сошел нам чем побыстрее но парни ну и девчонки тоже конечно если вы хотя бы один раз приготовить этот десерт то после его приготовления у вас в качестве заготовок на будущее останутся уже готовые инвертный сироп останется глиссаж и приготовление второго такого же десерта у вас займет в три раза меньше времени реально это очень удобно листочки желатина залью холодной водой минут на 5-10 чтобы набухли расчет простой я измерил налив сюда водички общий объем своих форм после чего внимательно почитал упаковочку вот здесь написано что одна пластинка рассчитана на 85 миллилитров жидкости ну и вычислил сколько пластинок мне нужно это малина замороженная а это самородина тоже замороженная и для начала их надо превратить в фюре для чего я их разогрею в микроволновке не обязательно микроволновки греть надеюсь понятно не обязательно даже именно замороженные ягоды использовать можно и варенье брать это я такой странный что не люблю чересчур сладкого впрочем я об этом уже сказал так они уже разогрелись так формочки у меня маленькие малины совсем немного поэтому я разобью ее вот в этой штуке или можно попытаться растереть ее вилкой в кашу парочка вжиков не хватит вот это будет жидкая часть начинки и сахар не даже добавлять не буду надо разложить ее по формам и отправить замораживаться в морозилку можно использовать например формочки для льда я вот такие силиконовые возьму отлично все отправлю замерзать а теперь собственно мусс мусс кстати говоря на французском означает пена у меня конечно до пены не получится взбить так что пусть это будет не до мусс взбивать или если хотите превращать в пюре в этот раз буду погруженным блендером парочка мужиков даже наверно троечка очень хорошо так желатин у меня разбух тоже его сюда смотрите какой нравится мне именно листовой использовать очень он быстро и легко расходится опять пожужжать отлично а теперь йогурт не сладкий не сладкий такой кисленький и сахар и то и другое по вкусу соотношение йогурта к ягодам и к сахару зависит как рассказал от ваших вкусовых пристрастий потому что ягоды бывает и сладкий кислый йогурт тоже немножко послаще покислее вот так до полной однородности и пробуйте потому что вот собственно я вкус готового продукта если окажется что слишком сильно ягодный вкус вам нужно будет побольше йогурта добавить то вам не забудьте добавить и желатина ну чтобы он все-таки застыл хорошо теперь наливаю на донышко и тут на донышко часть мусса и отправлю в холодильник на 10-15 минут морозилка у меня морозит до минус 28 а формочки используют для вот этой для начинки глубиной едва и два сантиметра может быть если вы будете использовать формочки для льда например вот такие видите у них глубина и фактически объем ну в два раза больше и морозилка у вас может не до минус 28 там а до минус 20 морозит то времени на замораживание уйдет гораздо больше поэтому сначала наморозьте начинки вот этой малины какую ягоду во внутрь будете использовать дождитесь когда она вымерзнет в усмерть уже будет станет каменной и только тогда приступайте к смешиванию мусор дэния этот городок в других роликах вы неоднократно уже видели я немного чего снимал основная достопримечательность наверно замок который находится на вершине скалы прямо-таки в центре города замок не очень старый возведен он насколько помню в 15 веке по крайней мере датируется 15 веком начало строительства ну и сейчас от всего замка остались пожалуй только что стены ну и остатки фундамента на вершине скалы через эту скалу кстати насквозь проходит тоннель который соединяет две части города скажем так левую правую на более новую и более старую продолжаем разговор перекладываю слегка под застывший мус замороженные таблетки малины кстати даже если вы приготовите такой мус вовсе без всякой начинки без всякой малины все равно будет обалденно вкусно так и заливаю доверху муссом и на этом первая часть приготовления завершена у меня осталось еще немного мусса и сейчас я хочу вам показать что делать если силиконовых форм нет а порадовать свою половинку хочется вот у меня обычная пиала я ее выстелил пищевой пленкой так что налью мусс сюда вот и все теперь отправлю эти формочки в холодильник примерно на час до полного застывания мусса у меня перерыв дэни кроме всего прочего интересны еще тем что этот город был признан пару лет назад по моему гастрономическим центром Валенсии региона Валенсия склоплотную к скале примыкает очень интересная улочка состоящая буквально целиком и полностью из задних там баров и ресторанов население города около 50 тысяч человек в городе есть марина целая куча частных яхт в городе есть порт от которого уходят суда на майорку склонные агарестные горы занимают целой кучей частных домов и вилл в принципе очень живописный городок час прошел и мусс у меня хорошо застыл и если вы не хотите заморачиваться с зеркальным глиссажем то уже сейчас можете садиться за стол и трескать с большим удовольствием для тех кто решил все-таки заморочиться по полной сообщу одну маленькую очень важную деталь для того чтобы глиссаж хорошо лег на ваш муссовый десерт этот самый муссовый десерт должен быть заморожен в усмерть так что сейчас я отправлю эти формочки в морозилку но еще более важный момент все вот эти силиконовые формы прекрасно после морозилки от мусса отклеиваются а вот пищевая пленка примерзнет намертво поэтому прежде чем вот этот десертик отправлять пленочку то надо снять и морозить в морозилке у меня все будет до завтра если с вот этими лепешками в силиконе то все понятно то вот этот который я вытащил из пленки нужно будет положить на какой-нибудь лист пластика потому что боюсь если вы на какую-нибудь тарелочку положите то к тарелке это муссовая лепешка примерзнет так же намертво как к пленке ну поищите не знаю может крышку пластиковую какую-нибудь или доску пластиковую разделочную для этого дела используйте ну сообразите короче ладно в морозилочку надо отправить теперь что касается глиссажа может конечно и завтра все дело показать то не вижу смысла тянуть и так один из самых важных ингредиентов для приготовления зеркального глиссажа это так называемый инвертный сироп это сахарный сироп который прекрасно хранится при комнатной температуре там две-три недели в холодильнике он и месяц стоит но это официально на самом деле может быть и больше будет стоять не знаю не проверял вот этому у меня две недели наверное хранится при комнатной температуре итак как он готовится высыпаете в миску сахар добавляете в воду пропорции указал добавляете лимонную кислоту доводите до кипения чтоб все растворилось и на самом медленном огне под крышкой кипятите не кипятите прогреваете с тихим-тихим побулькиванием что происходит как вы знаете при атмосферном нормальном давлении вода кипит при 100 градусах инвертный сироп готов тогда когда температура его дошла до 110 градусов то есть вот это вот достаточно длительное время кипения ориентировочное время при самом слабом огне где-то 40 минут так вот за эти самые там 40 минут плюс-минус 40 минут у вас медленно выпаривается вода и концентрация вашего сиропа возрастает и когда вот она дойдет до такой что температура сможет подняться до 110 градусов сироп будет готов короче термометр вам в помощь вот смотрите 110 градусов и цвет его тоже поменялся он стал такой слегка желтоватый как будто такой очень-очень светлый мед еще момент термометр важен потому что если у вас кипение будет чуть сильнее раньше вода выпарится он у вас за 15-20 минут до 110 градусов дойдет если кипение будет слабее чем у меня может быть 50-55 минут займет термометр вооружитесь термометром и теперь все мы помним что я перед началом марки добавил лимонную кислоту эту самую кислоту нам нужно нейтрализовать добавлением пищевой соды нагрев я уже выключил и вот теперь надо помешивать пока вся сода не прореагирует и пена не осядет процесс заседания пены не очень быстрый занимает это от 4 до 10 минут в среднем в зависимости от того какая температура вашего сиропа сколько вы протянули перед добавлением соды сюда ну как только осела пена все сироп готов смотрите какой остается перелить его в подходящую посудину и можно хранить как я уже сказал в холодильнике месяц вне холодильника две-три недели вот именно такой сироп и нужен для приготовления зеркальный зеркального глиссажа у меня перерыв до завтра оставайтесь с нами продолжаем марлезонского балета сейчас приготовлю зеркальный глиссаж это просто опять замачиваю в холодной воде желатин и смешиваю сахар воду инвертный сироп сахар вода и инвертный сироп вот какой она и при помешивании нагреваю до полного растворения сахара так греется все заранее отвесил сгущенное молоко и белый шоколад смешивать удобнее все будет в высоком стакане придется проводить блендером и как только смесь полностью растворилась добавляю ее в сгущенное молоко и к шоколаду отлично и сразу же сюда желатин он уже набух как положено и вот теперь довольно ответственный момент сразу хочу сказать я ни разу не кондитер это мой четвертый раз когда я делаю зеркальный глиссаж причем первые два он у меня не удался но я посмотрел ролики в интернете почитал пообщался с кондитерами и вроде понял в чем тут секрет и хочу показать что уж если я такой безрукий и с третьего раза практически уже наловчился и у меня получается то у вас точно все получится тем более что я скажу в чем я ошибался и вы моих ошибок не повторите так вот чтобы глиссаж получился зеркальным он должен быть во первых однородным этого мы добьемся блендером а во вторых пузырьков воздуха в нем не должно остаться поэтому вот я наклонил стакан вот так чтобы под куполом вот этой насадки не осталось пузырьков воздуха и вот смешиваю теперь можно вот так уже поставить и слежу чтобы воздух не засасывался под этот самый купол вот так вот до однородности теперь пищевой краситель в этом составе в составе глиссажа есть и вода и есть жиры ну это масло какао бобов поэтому можно и гелевый использовать и сухой в порошке пищевой краситель я использую гелевый по советам опытных товарищей для того чтобы цвет глиссажа был более четким ярким сначала нужно белого красителя добавить выбелить так сказать основу это диоксид титана называется так вот перемешать отлично ну и теперь красного положу так наверно будет достаточно это гелевый и продолжу размешивать какая красота супер ну практически все готово перед тем как осваивать глиссаж я пересмотрел целую кучу роликов и в части из них говорят что глиссажу нужно обязательно отстояться сутки в холодильнике потом его разогревать и использовать а кто-то говорит что да совершенно не обязательно отставить сутки в холодильнике достаточно выгнать из него все пузырьки и все то есть он сейчас остынет пропустить его через сито несколько раз через мелкое и этого достаточно я поступал как раз по второму варианту и второй и третий раз пузырьков уже не было и сейчас так же сделаю то есть через сито так вот ну и еще разочек супер и теперь нужно дождаться когда температура глиссажа упадет для глиссажа на основе черного шоколада на рабочей температуре 35 про белый шоколад мне вот недавно сказали что 32 температура рабочая так что будем ждать остывания до 32 градусов так а чтобы он не заветривался пока будет остывать надо накрыть пищевой пленкой в контакт так вот чтобы при этом за температуру следить за гонюку сюда термометр сейчас он довольно быстро остынет и продолжу и за время этого увлекательного занятия ожидания пузырьки воздуха тоже все на поверхность поднимутся и он станет гораздо более однородным короче процесс остывания пошел а у меня есть время приготовить бисквит нагреваю воду для водяной бани в ковшик отправляются яйца и сахар сахар нужно использовать мелким лучше даже это будет тогда проще сделать хорошую плотную пену для бисквита лучше даже сахар с кофемолки превратить в сахарную пудру вот так а теперь при нагревании нужно взбить все в такую светлую плотную пену я для этого воспользуюсь электрическим венчиком так оно быстрее проще будет и как только пена получилась снимаю все с водяной бани продолжаю взбивать и понемногу добавляю муку отлично так духовка к этому времени у вас уже должна быть разогрета до 200 градусов остается вылет тесто на бумагу для выпечки и постараться разровнять все более менее аккуратно чтобы толщина слоя была по всей площади примерно одинаковая и вот в таком виде отправляю все в духовку на 4-5 минут при такой толщине бисквит действительно за 4-5 минут пропекается нагрев верхний и нижний а для тех кто не только смотрит эти ролики но и готовит по ним пропорции глиссажа и бисквита вот здесь а тем временем температура глиссажа упала до рабочей и можно продолжать процесс вот я форму замотал пищевой пленкой чтобы не отмывать потом и выставил у него подставки этой рюмки на них только что выточены из морозилки мусс во дружу тут главное дело все очень быстро на этих ледышках моментально появляется иний его надо снять перед обливанием глиссажа иначе он плохо ляжет поэтому быстро 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 вот так и теперь заливаю выставка мусс 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 м м м красотень и бисквит пора вытаскивать вот он какой сразу с горячего против него на доску собственно готовка на этом завершена и сейчас осталось только ожидания ожидания чего мусс заморожен в усмерть ему нужно дать нагреться бисквит пока горяч ему нужно дать остыть хотя полчаса короче как только бисквит остынет я на него водружу вот эти самые формочки и тогда уже оставлю на прогревание этого мусса этих готовых пирожных в холодильнике короче мне перерыв примерно полчаса 40 минут это наша предпоследняя в течение сегодняшнего ролика встреча бисквит остыл и нарежу кулинарным кольцом шайб так вот а теперь сборка смазываю инвертным сиропом и макнув пролины из фундука для аромата я думаю как пролины это готовить не надо показывать правильно ну все вы знаете может не под этим названием обжаренные орехи заливаете растопленным до коричневые сахарным сиропом как делали петушки на палочке правильно ну вот потом эту смесь выливаете на силиконный коврик или на бумагу для выпечки на хорошую которая ничего не прилипает разглаживаете тонким слоем даете остыть и получившуюся карамельку с орехами мелите в блендере или в кофемолке до получения такого порошочка и вот она ваша пролины такой ароматная смесь как вы понимаете это просто такой вариант подачи то что я творю можно без бисквита обойтись так ну вот получилось у меня такая вот страхолюдина видите это потому что из меня кондитер как из карлосан транспортный вертолет но как я самый хитрый кондитер и транспортный вертолет сейчас буду прятать все свои огрехи замороженная смородина из которой ему сделал не будем делать так смазываем неверным сиропом в качестве клея и приклеиваю будет такой вот ожерелье из черных жемчужин когда они разморозятся понятно я думаю опытный кондитер конечно найдет способ не тут на эту печеньку без квитную более аккуратно как это водрузить муссовый десертик или каким другим способом скроет эти огрехи я вот таким когда ягоды разморозится с них вот это тот и не я надеюсь сойдет и не буду видеть гораздо более интересно кстати если использовать свежую ягоду пусть даже пластмассовую зимнюю мне кажется это будет даже еще не симпатичнее интереснее и так настал момент пробы для того чтобы красиво разрезать муссовый торт вам понадобится нож самуру хай карбон острый он уточить и подогрейте и угорячим надо резать отклеились ягодки вот кстати для того чтобы ягодки вот так вот не отклеивались это я уже сейчас понял нужно бисквитную подложку делать побольше диаметром ну смотрите ради чего все затевалось вроде вот такой вот начиночки замечательный очень вкуснявый короче в преддверии 8 марта я думаю даже сидящие на самой жесткой диете ваши дамы обращаюсь к вам мужики от такого десертика не откажутся и скорее всего вас даже не будут сильно бить так что касается вкуса в моем представлении это идеально вкусовое сочетание он слегка сладковатый но не сладкий он очень ягодный он йогуртный и вот то что я посыпал пралине вот этот вот бисквит нежный я немножечко добавила ему характер и консистенции что лишь сам по себе бисквит ну мягкий ватный такой сладенький и все а пралине этот похрустывание орешков на поджаренных с карамелью это сказка вот ну внешний вид конечно такое что над ним мне еще работать и работать я думаю я уверен просто у вас получится гораздо лучше чем у меня поэтому присоединяйтесь ко мне в этом увлекательном мероприятии изучение кондитерки и делитесь со своими рецептами огромное спасибо вам за лайки за дизлайки за репосты отдельное спасибо тем из вас кто подсказывает как правильно это делать как справиться с новыми вершинами в этом искусстве спасибо за компанию всем пока